доброго времени дорогие друзья с вами лорд игл и вновь тотал вар вархаммер ну что ж продолжаем мочить скеллингов грабить их и в прошлом видео мы уничтожили добили все-таки бретонь и теперь эта фракция уничтожена окончательно остались такие мелкие фракции как с которыми мы воюем ну и также вампиры всевозможные да и вот еще к венель по себя владенец и стали на вот вот эту фракцию нам также нужно покорить дабы она не ударила с тыла и потом все будет у нас хорошо стали она в принципе посмотрите она большая и стали очень и очень большая здесь видимо еще не заселена а возможно там земли и орков кто же его знает но давайте будем разбираться здесь все по месту прошлый раз мы собирали денежки потому что на следующий год у нас спадет вернее спадет баф увеличения найма стоимость увеличения останется на один ход стоимость найма минус 25 процентов и мы будем нанимать войска что же так вот мы видим здесь вот с этой стороны к нам подобрались скеллинги которые на дитрес хаффин у нас хотят напасть ну а также мы здесь и принципе можем атаковать кладбище драккаров давайте мы это сделаем без вариантов вообще можем расправляться так как у них армия не полная вообще не полная это хоть и полная но что это за войска такие а колесницы house прикольно ну наши войска должны справляться с ними просто просто на ура даже без каких-либо проблем 305 это конечно копейки мы естественно разрушаем это поселение получаем еще плюс 500 и плюс 10 акций штирла русский герой умирает так шанс на успешную засаду скорость восполнения потерь да и мы разрушили давайте спустимся на воду ускорение включим потому что на воде у нас нету дебафа на воде у нас даже плюс посмотрите на воде у нас даже плюс так что он у нас стал восьмым по моему мы можем ему дать навыки навык этот будет для него стоимость найма стоимость найма мы ему уменьшили 6 700 пока мы делать ничего не будет в плане построек потому что нам денежки понадобится для найма войск давайте посмотрим сколько будет стоить нам на данный момент 1400 грифон и так что ж этой армии нам нужно так я уже не могу и двигаться нам нужно просто двигаться вот для защиты давайте мы 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 блокада армии так первый уровень нам не надо давайте лучше блокаду армии успешно задержал вражескую армию блин я думал что у них нет сокращаться количество войск при этом но нет к сожалению нет что ж ладненько нет значит нет вот еще армию которую надо нам заблокировать так мой новый давайте наверно здесь увеличим прирост провинции арт дольф да давайте мы в ней и увеличим прирост рост провинции вот сейчас у нас тут рост плюс 110 соответственно должно быть плюс 130 верно ну нормальненько так так дальше далее тут мы можем здание построить какое нам в данной провинции построить здание ну конечно надо в первую очередь на общественный порядок но не сейчас повторюсь нам нужны деньги для того чтобы следующим кодом нанять как можно больше армии ну давайте так требуется ремонт в параворне пока 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 так как их осаждают о каком ремонте может идти речь сбрасываем код печальненько армия повстанцев уже полная да а у нас по-прежнему наверное там буду сидеть подбитые войска но мы зато будем за стенами вопрос только в том будут ли ворота по-прежнему разбиты так ну что ж ну что ж ребятки так если показ ходов и и выключить то наверное будет так что раскатен что-то от меня хочет да давайте давайте сейчас на данном этапе 1200 хорошо мир будет большой найм войск поэтому денежки мне очень и очень нужны здесь по идее вот в этой ситуации я даже с помощью компьютера справлюсь незначительное поражение вот я и хотя ну вот посмотрите то что я бы тут сделал на колесница она одна пехота тигню бы я делал дитерс хаффен они у меня уничтожили да они заплатят за это поднять знамена так осталось ходов соберите армию так стоимость найман минус плюс минус 15 для сухопутных войск так начинные ресурсы меха болит печально я вам хочу сказать ребят печально очень реально так давайте так а если я стану в обычный режим колонизируем жалко но что поделать надо все строить заново да ладенько надо значит надо блин не доходит придется на делать наем армии еще так у нас получается плюс так если мы еще наймем армии то еще минус 25 так ну давайте давайте мы это сделаем еще найдем одного лорда так дисциплина плюс 2 дисциплина так дисциплина противника о вот хороший лорд адольф госсер так а еще мы давайте посмотрим дипломатии и посмотрим на штирла как у нас тут отношения то с ними хороши согласятся ли они не соглашаются а если предложение обсудить выплаты так стоп я еще требует не надо блин а предложить вот если так интересно умеренный а а тогда мы в скорости давайте 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 пока не сейчас не сейчас так что закрыть 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 мы сейчас здесь наймем довольно таки неплохого лорда который там дисциплина плюс 6 атака в ближнем бою хорошая нанимаем дальше дальше мы по идее выполнили задание на цели фиг его знает может быть она уже сбросит ну и ладно так найм вот видите тысяча пятьдесят но это в этой провинции давайте мы это сколько мы вообще можем нанять так здесь четыре значит мы нанимаем три таких я одну такого одно такое так здесь мы также делаем найм также тысяча пятьдесят три таких и один такой грифон пехота у нас здесь нет фактически вообще мишняков и вот эти вот но пока пока не надо так хорошо дальше вот эта армия идет успеет она дойти к этому чуваку давай продвигайте вот сюда значит мой берти штрафом он пусть двигается так для питания мне вот к этой армии так здесь я могу что-то да построить но то что я хотел бы я не получается полторы тысячи так ладно так ну что ж вот этот вот чувачок мужичок а новый перс давайте-ка мы ему раздадим также доспехи допустим так дальше оружие нет талисман есть сопротивление магии процентов мало ли так что у нас здесь можно ткнуть скорость восстанения протель доход построек сила ветров магии надо ему мага мага будет построить здание здесь и ткнуть так а вот этим вот ребятам не появились новые о смотрите-ка срок лечения ран ладно шанс не но успешную засада вот этому то зачем этому не нужно а где мой вот он бой чувак который улучшает скажем так так а нет это не он так откроем вот 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 жове тяжелые башмачки вот общественный порядок памс срок лечения ран вот в этой провинции по идее срок лечения ран быстрее пока не стоит берти штрафом берти штрафом что у тебя тут вот попова попова давайте срок лечения ран ему поставь ну генералов довольно таки у меня уже большое количество так проматываем ход а могу издать указ да он у меня здесь сбросился что мне здесь и так плюс 6 давайте все равно сделаем пока на общественный порядок потому что так вы постройки которым требуется ремонт но он в осаде поэтому ничего пока с этим делать не могу так войны хауса мидланд вот 4 со стирландом объединиться он в принципе за баблосы ко мне придет в конфедерацию и как там она называется я уже точно не помню формулировку сейчас надо будет подсобирать денег тем более с керлинга рядом будем грабить так опять новая орда тут пришла дальность перемещения пока ох ты влиянин дисциплину умирает потеря общественный порядок срок лечения ран так орда благо 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 у нас тут скоро по сука за грифоны ну как скоро еще два хода плюс вот армия рай сигма давай были она-то у меня ну ладно эту армия туда зря отправил наверное потому как по кому потому потому как она не восстановилась не восполнилась потери так эти армии еще долго тут так давайте нападаем деньги так вот и клинки фехтовальщик атака ближнем бою защита в ближнем бою ну это однозначно какому-то добиваем добиваем этих по-прежнему здесь так что-то за скипетр еще дался надо посмотреть здесь на общественный порядок строим соответственно и двигаемся двигаемся дальше нам нужно защитить еще вот это вот парень и вот эта армия принципе смотрите на как прокачано может быть войска ты и не суперски но они хорошо покачен пойдут пойдут вот сюда пойдут вот сюда параворн отбить параворн ну и в принципе будут пока стоять здесь на страже чтобы вот эти вот ребятка нет ребятки не начали буянить так ты давай сюда перемещайся дальше 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 что я еще так давайте я лучше мы увеличим скорость перемещения этого персонажа и вернем его дитрескат пусть восполняется потому что совсем беда печаль печаль беда так здесь смотрите мы также можем построить здание я уже по моему же решил какое это будет здание это будет вот вот это она стоит 7500 конклав магов на бы потом вот еще вот этих вот юнитов нанять следующее так давайте мы предложим штирланд предложим конфедерацию смотрите умеренный ну-ка и что это нам дает что это нам дает во первых мы можем так хитростью открытым угодно империи в сентябре здесь конфедерацию да 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 так посмотрим тут что-нибудь будет отображаться журнал регионов 23 провинции 8 статистика сводкам так все понятно первое что нам надо зайти сюда у нас здесь два новых перца я про них забыл совершенно и сюда можно с пятым сюда можно с пятым сюда можно с 10 так давайте мы вот этому пинка дадим этого по свой этому также пинка дадим этого посадим сюда этого посадим сюда а соответственно сюда вот это и все бафы все бафа мы теперь можем использовать так это плюс дальше мы можем нанять диплома нет не дипломатия конечно же мы можем так здесь в принципе вот здесь давайте весь блин минус 11 хаос появился так мы можем нанять морда и так а почему не дост нужно объединиться конфедерацию с другой конфедерацию другого а возможно будет действовать только на следующих на следующем ходу посмотрите как с как уменьшилось количество бабла так я могу дать еще одну единицу я могу нанять еще одну единицу войск так и здесь это будут пусть штуки конечно конечно же меч не так здесь также я могу нанять еще один из войск и давайте посмотрим может быть может быть я думаю вот сделать полностью чисто а здесь не могу ну ладно полностью чисто конную армию да ну ладно разберемся пока пока наверное может быть еще рано об этом думать деньги 5 400 давайте посмотрим где что когда и почем мы можем построить 5000 это дорого нам надо 7 500 так уж срочно на маринада как может быть лучше пройтись по деньгам да давайте по деньгам добежимся отменим пока эту нам надо можно недорогих таких вот за полторы тысячи пока построить дабы выровнять скажем так смуту да пока сейчас еще посмотрим более пристально где что мы можем построить потому как общественный порядок на мой взгляд сейчас мне надо выправить здесь также надо на общественный порядок пушечка пушечка так ну ладно 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 прохладно давайте очко нового навыков раскидаем имперский пегас требуется уровень 21 нас 18 так здесь у нас все боеприпасы для старинков так держать строй держать строй такой тот персонажа вот он какой у нас рейкс маршал классный 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 но так держать строй также ему надо дисциплина сопротивление натиску очень хорошо ну пара ворн соответственно пока пока в осаде пока в осаде но мы помним и мстим за осады через два хода также включая вот этот вот будет у меня большое количество летающих грифонов в разных армиях но тем не менее можно создать одну пехотную армию так с небольшим количеством конницы для штурма городов и идти хотя по идее все эти поселения так сейчас я имел ввиду про скерлингов идти там стен нет поселений можно идти с простой армией с конной армии да и уничтожать так так аристократ и грабит так разместите боевого мага в следующей провинции южная область повышение ранга так имперского пегаса ему дать а где он у меня находится кстати а вот в этой армии на навыки боевой конь да пусть пока наконец качество боевой опыт здоровья моему можем увеличить так он у нас сила оружия плюс три процента дисциплину вот так война так интересно у этого видите нет так перемещение можно дальше там мы какие-то еще артефакты или честное изделие чародейский предмет смотрите атака в ближнем бою так а у нас а у нас а у нас в квартире газ а у вас армия хаоса и и подозреваем прыгает один ход один ход до моих пегасов здесь армия восполняется и пусть себе восполняется так возведенные постройки чё тут много две городок хорошо прибрежные деревья деревня вот городе быстрее восстанавливается это само собой разумеется так ну порт конечно же конечно же порт дальше здесь у нас смотрите так денег с гулькин нос так вайсмунд вайсмунд да давайте естественно на приносимый доход здесь настроить а здесь есть на общественный порядок ну и на доход соответственно также строим в принципе вот эту разрушаем общественный порядок тканем это ладно дальше армия бежим бежим как можно дальше и как можно быстрее давайте попытаемся убить заказное убийство не справился жаль не справился это жаль так что у нас тут проникновение скверны блин скверны посмотрите тут сколько собакой она растет нужно прокачивать своих этих чуваков может быть их в армии запихнуть да он быстрее будет в армии прокачиваться мне кажется когда в армии повоюет один ход он быстрее прокачается и выставить его но на минус скверны потому что блин вот здесь видите у меня скверна уменьшается беда 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 пришла беда откуда вы не ждали так пришла беда повышение ранга верти штрохом так давайте обман ему дадим цинклеру мы по-моему задавали проматываем парамон по-прежнему так графство вампиров хаос 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 смотрите я что-то не врубился а на кого он напал так 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 10 уровень давайте отступим грюнбург ну по сути тут победа это понятно давайте мы в дисциплину ткнем грюнбург это вот внизу карак зефлин договор о ненападении карак зефлин договор о ненападении это знаете как то так как то так нет потому что я хочу на них напасть я хочу на них напасть и уничтожить потому что они нападали уничтожили мы арехард это было давно опа на опа а это на параворн смотрите шансов вообще никаких давайте 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 будем защищать ну возможно мы и не защитим возможно ребят но мы по крайней мере уничтожим как можно больше войск мятежников требушеты еще тут у них еще такого ну больше короче войск чем у меня без сомнения даже как бы плюс только то что конницу у них лазить по стенам не может да но в этот раз у них очень много пехоты которая может как раз таки лазить по стенам благо она три копейщиков копейщики эти не особо не особо и у них тут плюсы значит блин ну я хочу сказать вам ребят что в этой игре достаточно большое количество достоинств и недостатков достоинства то что в талвар таки впихнули вселенную вархаммера это да это классно это круто недостаток это то что допустим поселение нету битву в городе до поселение и все битвы происходят в поле это туфта так смотрим здесь как мы видим три так сюда три осадных башни поэтому мы здесь и выставляем также три отряда три башни будут в этом плане задействовать блин штурмовые ворота они уже разбиты и это плохо так ну мы сюда вот арбалетчиков блин не поставим сюда арбалетчиков ставим и сюда ставим болеть да здесь ставим здесь ставим здесь может быть даже вот так вот лучше сделаем хотя нет вот так здесь возле каждой башни если стоят войска да то соответственно и башни эти будут стрелять если там войск нету соответственно башни эти стрелять не будут я правильно понял да вот видите пошла стрельба вот пошла так конницы полетели сразу естественно но что им делать по сути красбом и Зачем только им тут сейчас башни ворота открыты. И можно туда забегать смело и вот как это делают эти всадники они сейчас пойдут просто станут на захват и все дела. Вот они видите вот и вален как гасит как гасит разбили. Так эти уже воюют лучники тут ну по крайней мере я как можно больше как можно больше уничтожу соперника. По сути все мои войска задействованы. Да давайте вот лучников еще подрядим. Этими этих лучников будем подрежать. Они сейчас захватят просто мой замок и все. Просто замок захватят. Поэтому и такие были мизерные шансы на победу. Но они же не понимают что рядышком уже сюда идет моя армия закаленная во многих битвах с обалденными генералами вот захватили. Вот и пошло победные очки уменьшаться. Ну хотя бы хотя бы уничтожу по максимуму войск. По максимуму войска уничтожаем. Что у нас здесь? Ну здесь воюют. Кроссбо готово, генерал! Генерал готово! Генерал рубится. Ну он первого правда уровня, но тем не менее. Так все ясненько, все понятно. А по этим не можете стрелять лучше? К сожалению видимо нет. А по этим? Давайте переходим на ту сторону, может быть на той стороне вы сможете стрелять. по этим. Ну вот да, хотя бы хоть так уничтожьте там какие-то отряды, чтобы не бездарно просто проиграть. Командир, враги заняли центр гост. Да это я понимаю, что враги заняли центр гост. Давайте, чтобы этих катапульт, палистрий, что там еще требуше, полевое требушье, чтобы их не было. Получники хороши, как они их уничтожают просто, просто. Да все, тут все. Печаль, 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 печаль. Сколько тут? Ну мы уничтожили у них 300 и Хлоин. Пусть и так даже. Да уже можно, если честно, и признавать поражение. Бесполезно. Что-то тут делать, что-то ради того, чтобы убить двух-трех чуваков. Потери 333. Ведь требушье у них уничтожено все. Кто у них там больше всего? В принципе, вот их с алибардами неплохо, да. Очень неплохо. 62, 55, 44. С той стороны, где были мечники, тоже смотрите. 30, 44, 47. Единственное, эти вот 0. Это те, на которые может спустились, не знаю. Или вот это, которые спустились. Ну, неважно. Это, по-моему, наверное, может быть те, которые против генерала. Сейчас сюда придет моя армия и отомстит. Очень-очень жестко отомстит. Жан Клемен Ганье. Жан Клемен Ганье. Что-ли? Да. Ааааа... полное поражение печально если ворота были закрыты там еще может быть может быть можно было бы что-то сделать но увы и а все я понял я понял орды хаосом не сумел выполнить задание печально ну да ладно так что у нас еще здесь армия отступает ресурсы мрамор так снос коровника завершён и вместо коровника мы здесь строим общественный порядок я смотрю что это такое хаос были на то я отступил этой армии обалдеть обалдеть и все что я нанимался скину твой уж дивизии скерлинги здесь рядом давайте сюда так вайсман я могу нанять лорда так стоп вот легендарный лорд бам-бам нанимаем сразу же ему надо кинуть путников нормальных так атака в ближнем бою плюх влияние на дисциплину плюх общественный порядок защита в ближнем бою плюх урон сквозь доспехи так ну в принципе ладно дальше доспехи давайте вот вот это вот так дальше оружие давайте это талисман редкий смотреть какой редкий и на 6 скорость минус 16 атака в ближнем бою то есть это у соперника да давайте муки скинем зачарованный предмет несокрушимость давайте чтобы он хрен побежал навыков у него соответственно нет но войска мы ему сейчас будем нанимать так что за войска блин как же хреново что скинулись тогда грифоны ядрить мадриль зачем я двигался этим а что у меня тут в замке за сведения органе говорит а ну вот это гарнизон мой и это был я в замке ой да я бы их просто раскрошил бы в пухе прах вот вообще бы раскрошил бы твой the empire а нет я бы не смог отступить он у меня был не в гарнизоне да ладно блин лошара так давайте птичек наверное почему у меня так а то армия нанялась блин сейчас у меня по деньгам будет упадок если я что-то тут кого-то сильно круто найму давайте я ему тогда по минимуму сейчас сделаю такой небольшой легкий найм хотя пока даже не буду никакого легкого найма здесь у меня 19 из 20 хорошая армия еще бы тяжелых мечников но опять таки опять таки это два хода два хода два тяжелых мечника если мы сейчас выйдем вот вот этого подножку сделаем по сути то по сути давайте так и возьмем наймем два вот этих блин один всадник 413 конечно будет нужно здание короче но на строить на финансах так по деньгам это налог общественный порядок 2 500 сейчас мы сейчас ребят разберемся вот по деньгам нормально за полторы тысячи вот по деньгам также за полторы тысячи больше не хватает больше не хватает блин мне бы героев которые героев которые так так нет ни дипломатия не туда ребят я зашел не туда обзор фракции так смотрим имперских капитанов 2 из 5 да я могу 5 боевых магов могу нанять воинов жрецов вот эти мне войска надо вот воин жрец имперских капитан так сейчас секундочку я хочу посмотреть вот это вот кто у меня дает бафы вот эти вот это у нас по моему имперский капитан как раз таки да а где я могу нанять имперского капитана просмотр построек имперский капитан так это конклав магов мастерская посмотрите мастерская плотника плотницкое дело стоимость найма минус 22 имперских обалечек копейщиков так а здесь что-нибудь такое блатное есть вот их здесь надо бы построить керамику а здесь у меня на что третий уровень рост рост и было бы не кисло на керамику а что еще я могу построить ой нет 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 собор зигмара куль часовня это воин жрец охотник на ведьм а рицари империи отдельно вынесено здание чё за рицари империи вот рицари империи и вот рицари империи так зачем-то одинаковое но здесь в принципе все понятно где мой основной альдорф так о смотрите как кто это рейксгвардия вот я где могу рейксгвардию построить значит надо нам что 4000 и и и все только за 4000 почему-то я не обращал внимание что я могу строить лошара чё поделаешь так 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 светлый маг небесный маг но это маги соответственно где-то здесь я могу построить а стоп это кто охотник на ведьм воин жрец а имперских капитанов где вообще собственно говоря воин жрец охотник на ведь так может я могу уже нанимать имперский капитан да собственно просто нет денег вот имперских капитанов надо нанимать но но ребят мне нужно улучшить первую очередь конечно же свой баланс блин общественный порядок есть но здесь надо краски добывать посмотрим сверху что где я могу добывать вопрос тогда дерево интересно почему не показано добывая этой линии чтобы было указано было бы вообще шикарно шикарно так а интересно о стоп я не понял я могу ими уже управлять ребят это шикарно это шикарно копеечки висенбург мой блин ну тут блин тупо войска тупо войска которая как бы в принципе наверное мне не надо дай я не ожидал что то что когда он ко мне под а вот еще штирую у ребят когда мы заключаем этот договор все его территория подходит полностью под мой контроль приходит да и давайте просмотрим постройки какие вот смотрите я могу здесь это как чехи шостроить огонь 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 дальше укрепленные стены здесь шикарно винодельно здесь последнего уровня это что у нас таверна общественный порядок увеличивает просто шикарно ребятки просто шикарно и если взять здесь допустим призвать героя то я могу построить здесь боевого мага сразу 5 уровня обалдеть обалдеть ребят я это не знал и все теперь тогда 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 блин если так все зачетно то так 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 висенбург ну конечно же нам не нужны вот эти вот станет нет хотя 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 я могу здесь воинов жрецов нанимать да ладно пока пускай по крайней мере то здание будет а вот конница стоит по сути дела да но а это ж не с этой провинции а вот здесь блин я смотрю давайте тогда нулю себе захватит ничего не делать мне не хватает денег висенбург давайте разрушим эти здания глупо иметь эти здания ну здесь единственное что конечно же вот воин жрец что можно нанимать плюс света ковчег хиша хиша или как там я нанимать буду здесь поэтому нету смысла мне здесь уже строить вот в этой провинции это здание нету смысла давайте посмотрим что лучше я здесь построю так ну вот это вот однозначно здесь построить мастерская инженера и наверное я построю миденхаймский храм у люрика может быть да или же вот укрепленные стены потому что рядышком здесь находится постоянно house при или нанимать охотников на ведьм нет знаете наверное то что я могу нанимать охотников на ведьм здесь да мне никак не даст мне лучше построить вот это здание где-то в тылу а где-то тут вот в этой провинции какой вот 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 замки артуа к примеру построить охотников на а также вот вот собор зигмара и все будет шикарно а здесь 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 мне может быть лучше даже построить вот вот и увеличивает гарнизон он будет более качественный более мощный да ребятки шикарно просто шикарно хорошо ну 900 рублей рубашиков это очень мало да ну что ж ладненько тогда тогда ребят мы тут узнали очень много нового это армия нанимает 2 хотя хотя давайте-ка отменим 2 800 у меня теперь да ребятки и мы тогда 0 захватить ребят мы захватим 0 колонизируем и конечно же сразу строим за 800 вот ребятки это шикарно это шикарно так теперь 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 мы можем посмотреть а то с кем мы дружим и какие у нас отношения так вот еще талабик ланд у нас в очень хороших мы с ними отношениях так и давайте медная крепость она это все талабик ланд я понял давайте-ка мы сейчас посмотрим как у нас вообще здесь по отношениям кто на первом месте карак нори как он кислик почему мы с ними не торгуем майгл и силу медисти катарина битву в комуту кислифа серьезно по идее торгуем но не могут торговать невозможно положить новый путь из их столицы а я понял я понял ну ладненько характер лин давайте по торгуем пока торговое предложение да давайте так что еще тут можно давайте так дальше кто у нас тут еще рядом есть талабик ланд как у нас с ними отношения тридцать восемь маленькая маленькая очень маленькая чем они именно недовольны то что я великая держава состав за конфедерацию так войска держава воина house договор из карак но так ухудшается оборонительный союз давай отвергли ладненько тогда 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 а давайте-ка я попробую с горселем горселем он с этой интересной провинцией я смогу норма нордланд конфигурацию не могу это только с положительной державой ну чтож ладно хорошо а интересно давайте посмотрим может быть есть еще войска какие-то которыми я о которых я скажем так не знал потому что вот об этой армии я не знал восьмого уровня до чувачок по сути ничего такого нет чтобы я ему мог дать так что у нас здесь снимается все равно ясненько ребят ничего очень много полезной информации узнал из этого видео в этой серии скажем так и не из этого видео конечно же буду заканчивать это видео надеюсь оно вам понравилось спасибо за то что смотрели не забывайте подписываться на мой канал всем пока